сердца в этой холодной стране реально холод дали долбадул минус 30 кошмар они минус 30 ходе ходе это знаешь это классная когда ты открываешь какую-нибудь там погоду тебе пишут на улице минус 14 ощущается как минус 25 этот в питере кто живет вообще знакомный там прям у нас тоже река через весь город тут влажность просто пипец так что питерцев мы очень хорошо поднимаем в этом плане при этом на карте днюк стало немного влажнее от серого вещества флива который только что потерял свою жизнь на мидре соответственно их сезарел начинает пистолетку в большинстве паша нож между прочим раскидываем гранат уже приманивает оппонентов на улицу здесь будет дуэлиться против торси и торс дуэль свою выигрывает а вот тем временем их сезарел прыгают вентиляции попытаются заскочить на б-плэн где кэрон будет важную дуэль выигрывать сейчас против торси забирает трофейный юсп и вот теперь с установкой плента ретейкать очень тяжело а нет китов б трофейный юс з или чё там следующая буква не знаю алфавит соответственно меня надо было на тот вопрос отвечать там еще сложнее соответственно тут еще позиция зорта идеально решает тяжко тяжко действительно все идет сейчас для команды но 1-0 пользую зерел самое главное закрепляться и брать серию тут уже с юспиком конечно дорабатывают остатки команда защиты color пытается спрятаться под он еще и попытается тут выйти как-то дефьюз что ли он знает что один игрок падает испугал типа одного допустим балалит там я на самом деле на своем веку повидал нити дефьюзов когда команда там за что инферно особенно что-то не прочекали вечно там будет кто-то на пусть и постоянно слезть за деф и все это дело я последний раз убить ладим 5 дефьюз или что-то подобное когда просто царкушку не дочекали каждую зиму минус 3 это ты где живешь на самом деле у нас как бы широкая страна поэтому не удивительно что где-то минус 30 минус 40 но просто вот ты как говорится с возрастом понимаешь все зависит от влажности если влажность высокая тогда да тогда и небольшая температура кажется страшно если сухой климат минус 30 нормально там переживается ходишь хрустишь снегом желательно ногами и все норм робан прокрался пока у нас в секрет и будет штурм точки б а вот кто будет принимать но там все это дело пока никого нет если пройдут вот стягивается торс конечно но дигл эта пушка такая тут очень важно дать ван тап немного замедлив атаку тем самому отойти на наиболее выгодную позицию другое дело что там уже будапешт 5 начинает жать в лобби и потихонечку понимает что ой-ой-ой в лобби никого нет на улице оппоненты были замечены соответственно возможен сплит базы б но торсия потому что ван тапу не сработал придется отходить назад по каждой лекции зрел все шикарно у них есть два игрока с фарамганами их можно с лихвой туда вперед отпускать причем смотри как дисциплинированно играют решили не выходить на дигл просочиться через короткие потому как там близкие дистанции приличная установка бомбы это все вроде бы интересно но сейчас очень опасные тайминги именно из-за этого когда вы даете защите подготовиться к вашей атаке если бы не два килограмма сейчас ваша ножа все было бы совсем плохо да в принципе все плохо вы два в два остаетесь открываете спиной на трофейный калаш остается у живых только робан бомба не поставлена 30 секунд нужно два кила давать либо хотя бы забрать необходимо а у тебя мак 10 против калашона вот как это война мориков вообще слушай какие-то девайсы вообще не решают смотри один зажигательный другой зажигательный просто простые робан при фаером на самом деле может щелкнуть счетом того что там оппонент был без достаточного количества хп ну робан последний остался против того самого торси у которой всего лишь дигал но за этого всего лишь дигла уже дабло последовать слышит оппонента будет минус и взят раунд от будапешт файп честно говоря я тоже не совсем понял именно не то чтобы выход на базу б все было ок но просто вы решили задоджить дигл когда вы были тут вчетвером чтобы побежать вдвоем и как сказал заяц там уже приемка вдвоем да 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 вы сами отдали этот раунд можно сказать в руки будапешт файфа с учетом того что бомбы нема приходится играть на всяких цзшках тэках и опять надеяться на ошибки будапешт файф либо на свои какие-то мега мувы почему нет в принципе экзезерия могут что-то подобное показать какие-то ван табы также прилетят с другой стороны ну пистолеты максимально знаешь для того чтобы стакнуться куда-то толпой залететь прям я вижу какой-то выход на точку а фастом на те же рампы зорк немного пвейкует по всей видимости смаку а нет не пвейкует это на точку а полетел все флешка и в лед под эту судьбоносную цвет шумовую тут всего лишь фраг отробан и единственный но как же хорошо работает и кнайн в его руках единственно что тиммейты все попадали туда же с паром ган свой минус бы нашел но чертовски ужасные таймеги вот здесь однозначно допушат тиммейт остался вообще на аутсайте и похоже что все-таки взяты второе там и третий для будапешт зорк то остался один да но это как бы хороший такой старт для защиты вопрос как атака дальше действовать будет именно девайсных раундов мы говорили о том что будапешт файф научились на дасти быстро фиксить свои ошибки сейчас нужно этим же заняться и зареал пока что подфиксить экономику бы и добраться действительно до тех самых вэпонов и еще как задачу минимум желательно не подставиться под колора в этом раунде потому что у него единственная ппшка и выйдя на него можно очень много денег подарить если вы если он на фарме деньги просто в чем проблема он авик можно купить для своей команды он и так на него в принципе оставляет ресурсы а вот если не подставиться выбить его там уже будут проблемы некие при этом пистолеты на это есть там и дигл как бы и чешка но на все эти раунды конечно рассчитывать такое себе пока старт именно защита буду без твоих выглядит очень однобоко то есть дефолтные стандартные раскидым прям вот по кругу они спустили как будто бы мы второй раз старт там жестко конечно от колора такое решение знаешь когда ты знаешь что поняты в пистолет и запушить будку без флешка тиммейтов словить идеальные тайминги зайти в спину и по итогу авик то должен появляться я думаю 7500 да вот подропают и тут начинается самое интересное потому что торс и опять же начало карты дедас 2 с вп доминировал выигрывал снайперские дуэли против зорта а у зорта тут вовсе авика нет но другое дело что потом снг снайпер включился и дал какие-то нереальные фраги в миле вот но тут дабл доросов нет ну на верхней точке поэтому проблем мэйби не будет с этим посмотрим на самом-то деле пока видимо раскид опять же улице планируется от эзериал да полетили смоки может быстро пройти под красного просто какие именно точки раскинули свои гранаты доллар в упоре уходит вентиляцию его не спалили по всей видимости он может в спину открыться но стрелять с лестницы очень тяжело тем временем там уже и без него справляются новых наскоком на контакт на самом деле себя купит я думаю вот таким вот разменом и точка по сути под контролем можно проходить ставить плент другое дело что вдвоем очень тяжело все выходы контролировать и там все временно поджим от снайпера свой минус должен приносить естественно торси еще с раннего тайминга идет на эту чертову точку и айсу минус однозначно он найдет ну и каран последний один против троих понимать что надо агрессировать и на их ходить моментальные размена туда же с одним справиться не удается хорошая работа от будапешт знаешь плане первым девайс на многие команды играть максимально пассивно то есть снайпера поставить на респу куда-нибудь его и пусть стоит тут поджим собственно радио после этого там сбор информации с улицы прям шикарно сыграли будапешт на уверенности будапешт 5 пытается сразу же поставить зарел на место и сказать мол ребят там и проиграли даст да обидно но ничего страшного будем с той же самой силой играть нюк на котором чувствуем себя просто великолепно два трофейных калаша два кальта снайперская винтовка фул гранаты атака опять все вынуждены экономить то есть там два калаша два дегла по 250 нужно какой-то именно такой раунд выигрывать из ариал того чтобы возвращать веру свои силы и возвращаться по экономике первую очередь ну либо знаешь такие раунды чтобы были непобедными но приносили много фрагов для того чтобы свою экономику бустить и экономику оппонентов коцать ваш нож как всегда пытался удивить спонентов рваться соответственно через винты у него это не получилось сделать и в дальнейшем там уже когда в большинстве будапешт 5 у них уже один вентиляция есть то бишь под базу бова так просто не пройдется тут он рампах все очень сладенько на самом деле то есть непонятно как такой угол проходить вот сам автомат калашникова жилье тоже не зарешал но там есть второй вот в чем проблема возможно эффект неожиданности от кайрона как-то и компании сработает здесь у него остается под позиции торси отлично ну как бы тут для него уже тир начинается после первого килла слишком хорошо то есть там был игроку с калашом даже пускай я думаю можно было подразмен выскочить на против снайпера это просто идеальное было решение в данной ситуации от будапешт 5 и последний тенци остается и вот те фраги которые нужно делать которых я говорил по всей видимости их мы не увидим в этом раунде вот экстезириал максимум там 12 вот кенси но что это по сравнению с накоплениями кулио торс того же колора трофейный калаши как ты уже упомянул как я люблю такую защиту вот когда они понимают что они защиты нужно просто стоять и ждать их задача контролить сайты вы все уже вы остались пять в одного он не выиграет этот раунд ваша задача просто не умирать чтобы не терять даже какие-то копейки виде там тысячи долларов за арморы плюс но при этом кенси даже здесь находят лазейки для того чтобы пройти на самом деле бомбу можно ставить но он не спешит и успеет или нет пачку опять фейкует пытается килл найти если бы такое ощущение если бы он не взял бомбу в руки он бы еще одного убил слушай очень хорошо просто понимал что установка плана особо не принять хотя как не принесет у карона 3 500 конечно конечно принесет но киллы были поважнее да 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 он выбил он выбил сейчас 15 тысяч экономики у врага мы только что сказали вот я принес фразу чтобы до пешка 5 очень хорошо на эту экономику играли но они стояли везде по одному то есть вы не могли друг друга прикрыть моментально чтобы потерять только 5000 это вам в копеечку влетело ставится пауза и при этом возможно даже пауза за где-то и от Budapest 5 хотя я практически уверен что этот из аэриал просто Budapest 5 тоже будут обсуждать свои косяки чтобы не откладывать их дальний ящик я думаю там основной вопрос который на повестке дня у x-из аэриал это покупка в п решили пока что без нее сыграть и я думаю в принципе это здравое решение но не какие-то первые девайсы на и можно более мобильно знаешь как то проводить и плюс мы видим из аэриал то есть это я думаю и по форс раунда по пистолетке видно что ребята любят активности забегает там на базу б быстренько перетягиваться на точку а и а в п в этот сетап не всегда хорошо вписывается то есть авик это какой-то долгий длительный контроль мапы какие-то пики конкретно по точку а или на улицу конкретно на них у них взаимодействие достаточно мало ну и кстати флиф уже пойдет я так понимаю в секрет действовать оппоненты очень быстро раскидали улицу и на самом деле под базой б он достаточно быстро окажется но x-из азарел идут прямо к нему и у кори интересная позиция на самом деле x-из азарел пока с такой не сталкивались флиф хешка прогоняет секрет удерживает вроде бы этот угол ну прям вообще будапешт файв такая оборона ежа напоминает никак не обнять никак не подойти повсюду эти иголки при этом при всем можно проломить как-то центра действительно если получится сломать позицию кори но тут такой поинт что в одиночку мне кажется его не вскрыть банально а вдвоем здесь выходить не получится x-из азарел так как основной звено сконцентрировано конкретно на улице в данный момент и видимо и туда ребята направляются занимаясь секрет конечно там один из игроков я так понимаю весьма глубоко под б прошел и вот начинается раскидка попытаться просочиться сейчас мы это ребят вроде как получается от них лично сносит колора и поджим от кори идеально работает есть автомат калашников холповать димойту байте на себя но девятка не сработала ни на один фраг к сожалению торс там накоцали он не видел смысла дальше респикать в итоге второй раунд лизе риал такой интересный знаешь максимально стянули внимание на базу бэй на самом деле вот у меня было радар да вроде x-ray но я все равно не понимал куда в один момент выходит из-за и риал оппоненты тем более все таки смогли забрать себе первый раунд из-за и риал после большой серии буду пешет файв но для атаки как бы это ни звучало странно сейчас важно забирать несколько за подряд потому что и защиту вы не опрокинете за один раунд даже за два раунда выигранных за подряд вы не сможете свести их на ноль экономику и сами держитесь но просто на волоске от полного краха у касаемо того что прямо за раунды надо сейчас цепляться поддерживаю и дополняю тем что x-ray лачу 56 процентов винрейта за атаку именно на 13 сыгранных карт и важно еще девайсный где раунд за два для будапешт файв сейчас этот раунд отдавать им в свою очередь очень не хотелось бы потому что накопление сводится к 7 500 от торсии на этом все там вроде бы есть 1950 если засейвить пару девайсов как-то можно будет жить в рамках девятого но мыслить вы должны от победы конечно а не от поражения с на старте минута 40 на улице остается только робин и встают подростки смоков для него чтобы он опять проходил под тиклет вообще вот опять же зрел атакует очень однотипно сейчас с одной стороны да с другой я бы сказал однотипно раскидывают но действия разные до этого не втроем там мутились через мидал сейчас большинстве это посмотри прострелы-то какие шикарные одного забрали фли вообще без хп оставили там правда сам робон пал и звено с улицы гг соответственно вы остались только в лобби и сейчас лучшим решением при том что вы стянули уже игроков на точку а будет выйти на рампы естественно там либо игрок под соответственно хэвеном либо вообще никого нет но там укрепление там два успел стимиститься и вы не читает вообще ни разу теперь открываться будут они вот два кила вроде бы все-таки оформили вскрыли эту самую рампу 2 в 2 остаются каленый паша нож каленый флифт если не стоит друг друга заходит спину а его ждали перестроились под а сайт но и теперь история с пашей ножом которого 4 хп и кори на 46 по идее тот и другой это ваншот только паша нож прям вымученный килл знаешь он знал что оппонент находится в будке и прям это стрелы пытался подобраться сша точно такой же раунд один в один был на дасти где паша нож остался в соло после кучи неудач и выиграл этот раунд после чего начинался камбэк эзериал видимо паша может какое-то скрытое тайное оружие команды и да я говорю это игрок такое настроение и он очень часто заряжает команду и на самом деле вот таким от его мув типа я десантируюсь к я в мэйн пробегут к я в винты то есть такой игрок спейс еще и в первую очередь он очень много импакта вносит когда он еще убивает то есть если он убивает свои позиции это шедеврально потому что зачастую он на себя стягивает массу внимания его уничтожают соответственно тиммейты включаются но иногда так получается что он последним тащит действительно клачи и тащит еще экономику команды вперед а вот будапешт файп в этом раунде только снайперскую винтовку из положительных вэпонов имеют но при этом при всем авик направили крайне пассивно как я по а нет не пассивно смотри он запушил лобби тем временем информация есть вроде будапешт файп что это сто процентов не выход на точку а на вопрос к опорникам базы бы а тут всего лишь 5 7 которые моментально раскрутили снайпера также вырубили и по итогу тут большинство тотально еще авик могут не дать засейвить но кайрон сам подставляется и в теории это два засевленных девайса это хорошие ресурсы безусловно самое главное сейчас никак не вынести под и зареал которые могут пойти искать у них 2 900 6 300 паша нож дроп если что даст то есть вы в хорошем экономическом положении видимо важнее забрать себе 4 4 5 и никто здесь не осудит и зареал безусловно за их пассивность под конец раунда им нужно набрать хотя бы там 677 даже будет идеально наверное все таки тут защита все равно доминирует я думаю это зареал сейчас стоит даже ожидать и большего с учетом того что из того что я видел из того что говорит нам статистика в девчонсе ребятам бывает очень непросто и относительно карты ддаст 2 мы видели почему да то есть парней там бывает самый удачный му безусловно да на нюке казалось бы проще но мне кажется очень много будет зависит как раз опять же от паши ножа который тоже будет в защите очень много агрессивных действий делать и от зорта естественно которого свп мы пока не видим и такая же тенденция как на даст то есть один игрок там был кайрон у которого 2 entry примерно на таком тайминге тут тоже самое только у паши ножа паша нож здесь пораньше такое ощущение стал немножко включаться в игру раскликались ребята помним что и старт опять же вот этот ранний один 50 для игроков не всегда комфортно мы об этом на каждом эфире практически говорим но потому что ты остается актуальным для каждого эфира ничего как-нибудь мы с игроками и со зрителем поднимем бунт и турнира раньше четырех нет раньше пяти витрате начинаться и давай давай наверно 6 на 6 вечера сейчас такие жители дальних регионов а спасибо да 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 давайте а чё не 7 не там понимаешь если дальний регион если мы берем данный восток там наоборот если уже там будет 9 вечера старта и их уже начнет устраивать а ну все дайте можно выспаться проснуться и смотреть матчи тут не проснется в этом раунде кулио по всей видимости до этого ранее для робона паш ножа здесь бриллик пытался смог оппонентов кстати просто читать что тоже интересно но флиф сейчас понимает что тут под базу б стянется туда у него и тиммейт там в принципе имеется и пока что конечно вот этот весь так козырел на ладом ты что если честно с учетом того что 50 секунды по вам есть инфа и в идеале вас пускать никуда не должны то есть color это вот игрок на стяжке он сейчас и по точке а окажется вовремя и под базы б в случае чего да как-то вообще потерялись по ходу этого раунда из ариал непонятно как продолжать сейчас свой выход ко всему готова будапешт 5 такое ощущение и танцы с бомбой самое страшное тоже 30 секунд остается если она будет выбита здорово кори что-то вообще не ожидал а там винты на самом деле далеко не лучший выбор прекрасно слышал изи фраг еще и по колору ну как то здесь будапешт 5 и бомбу надо ставить уже пачка то поставится вопрос как это ретейка сейчас а тут никак и я чуть не до конца понял то есть позиции так взяли какой-то сумбур вообще был будапешт 5 все по одному умерли вообще ни одного дабл открытия ничего но друзья вы можете забирать все бонус 200 процентов до 50 тысяч рублей и страховку ставки по промокоду fight на вулкан бейте на протяжении всего турнира он будет идти там до получается января середины вы можете пользоваться этой акцией на самом деле ну кроме шуток многие могут подумать что я сарказмом это говорю но я реально люблю турниры даже знаешь там ну не на первый день первого числа ну кто хочет турниры смотри вот второго где-нибудь третьего сесть реально посмотреть мальчики вообще я помню первого числа помню 2017 году мы комментировали доту это было очень забавно но в чате было так уютно все были такие добрые и такие сонные ладно у нас джимается пауза продолжается игра и посмотрим что мизерил придумывает удапешт 5 отпустите соперника вперед но судя по экономике должны отпускать на 6 только потом у них будет уже более интересный бай и сейчас включается мистер вот это вот вот зайца в принципе противопоставление с учетом того что часто и говоришь там далекий раунд и начинается комбэйки от зим сейчас диглы там зайти я не удивлюсь общение секунды но вот кроме каких-то шуток на самом деле будапешт 5 играет именно в активностях очень классно то есть они каждый раунд жмут лобби и это себе должно окупать просто проблем в чем в предыдущем раунде допустим кто там color у нас до стоял он вместо того что просто по дефолту засесть в этом скрипе и сидеть до конца у тебя идеальная позиция чтобы мейн вырубать и винты вырубать и вырубать соответственно игрока с лобби он полез ловил из-за этого это просто по течению условно да то есть ты можешь сам задавать темп ты плывешь по течению чем там открываешься подставляешься под три позиции умираешь и вот здесь пока что будапешт 5 опять же в мидгейме какие-то такие вот индивидуальные мувы не самые лучшие прослеживаются но при этом и заявил большие молодцы слушай несмотря на то что гранаты откидывают одни и те же работы пока что против тех же пистолетов весьма динамично и дисциплинированно да выход совместный под ассайд без гранат просто на стрельбу на контроль всех позиций вентиляцию тоже чекнули смотри не ленятся все проверили пожадничали конечно да можно было молик прокинуть между прочим но молик полетел под девятку бомба поставлена простой раунд по всей видимости вопрос будапешт 5 в следующем раунде будут деньги вы все равно закупитесь может быть стоит как-то попробовать реализовать свои там деглы и все остальное и желательно вместе хотя бы один одним звеном там в три игрока отправиться по те же рампы чем ребята занимаются да подловить кого-то то есть надо понимать что эксезерия у всех калаши тут кого не убивай и всегда будет профит и вот пожалуйста один девайс уже выбили робан конечно разменялся здесь но тем не менее тут торс тебя скорее всего живым никуда не отпустит явно это мутимейт подходит с лобби тут не на взятия раунда но на экономическую составляющую же идет работа от парней безусловно робана 16 хп умирать ему здесь не следовало бы и в итоге не отдавая ни одного девайса но отдавая пару киллов да не страшно но все-таки там уже 12 10 тысяч у атаки на руках у остальных по 8 9 обескровить их практически до самого конца этой первой половины будет задачкой непростой шник full buy и сверху еще там 32 тысячи примерно лежит при этом это все без покупки а вопе это понимает и зорт возможно тратил бы лишний ресурс но он играет с калашом и причем получается у него отмена ты посмотри это вот наверное одно из главных преимуществ снайпера когда ты умеешь и в рифлера так скажем мы с а вопе и в саппорта такой человек оркестр своеобразный но при этом ави который много импакта позиционного обычно дает сейчас же опять же поджима мистер радио небольшой под собственный смочок паша нож пытается опять где смог там паша нож как бы это оман на самом деле мне кажется омана вообще а в лоранте рисовали с пашеножами взрослого честному платят нам вообще за это все задаются этим вопросом зорта был и нет торзя открылся и забирает его снайперска винтовки уже практически в упоре слышит что противник запрыгивает на девятку а вот по бомбе неизвестно была ли информация что он остался уезжать какое неудачное открытие от кори но просел на всего-навсего на половину кп а паша он не исчез он не исчез между прочим противник за сайтом ну это руфл конечно там просто можно еще игрока в сайте задавить задавили подожди они сейчас раунд там просто мем в том что колор верни кто у нас там кори да был в сайте он такой пропустил оппонента из-за этого погиб тиммейт это мемно выглядело и при этом пока руну то нет инфы и он реально сейчас раунд можно затащить посмотри он ждет оппонент с девятки не должен спускаться не вкупу услышал все 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 слышал конечно выстрела не было каран давай 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 на 9 минус 2 из 9 точнее седьмой раунд что ли будет ждать не будут с девяткой но на один килл он должен есть фраг отлично один в один но флип успел стянуться с мэйной все-таки взятый для будапешт 5 какой-то раунд тут реально его лучше забыть просто его не было очень серьезно пересмотреть они я не знаю 10 раз раунд выигранный превращался в проигранный и наоборот просто жесть главное что взяли правда какую цену и да да сейчас экономику защиты при взятом раунде хуже чем у атаки при отданном соответственно ну и торс такой ну ладно у него знаешь типа есть эволюция есть инволюция когда ты просто там свп в скаут это обратная гонка вооружение какая-то у него не знаю пошла сжигательная хаешка отличная под красный возможно же кого-то продамажит неплохой дамаж по робану 62 кп у него остается дорабатывают его моментами потому что это выстрел в тело на минус 70 и остается в большинстве защита поджим секрета очень хороший тайминг да это минус раунду я бы сказал даже для эксезирем скорее всего потому что бомбу теперь забирать особо некому там игрок на мэне ну и соответственно паша наш последний 1 3 тащил на дасти как бы на нюке самое то сейчас ну кроме рофлов на самом деле нюк карта очень обширно и тут можно что-то не дочекать будучи втроем против одного правда пашу ножу в идеале словить ну один хороший тайминг как минимум но он сейчас идет на улицу никого там не находит выражил по моему заметил оппоненту да 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 но ему за бомбой нужно идти в любом случае поэтому придется двигаться через улицу понимаешь там соперники первого забрал из девятки а с девятки можно стрелять времени очень много 50 секунд с лишним поэтому он может как-то тут помансить попрыгать побегать по улице но теперь встают вдвоем против него очень тяжко будет выигрывать такую перестрелку вопрос он ждет куле или нет это основной вопрос потому что кори он точно заметил да вот кодем палец на себя ну хороший выпут по итогу у будапешт файп они реализовали то что не получилось секунду ранее когда тоже сдвоенный пик делали они опять четвером погибли ты понимаешь что это продолжается тенденция то есть них нет ресурсов на бай с одной стороны да с другой они уже на 76 вышли в принципе но если заберут 8 это уже будет нормой безусловно ну и торси пока что как бы славы тебе и хвала на дасти 2 себя показывал классно но не те чуть более лучше себя чувствуют слушать а дэр бешеный просто с 23 при том что у него я говорю девайсы все хуже и хуже ты посмотри все уже даже снайперской винтовки нет ну кольт хотя бы хотя ну да вот тоже такой вопрос сорта зато взял смотри типа прошло 13 раундов ни разу не была века и сейчас он закупил это эффект неожиданности на самом деле на той же улице чтобы законтрить позицию гаража это идеальный вэппу улицу вроде бы то и отжали сейчас на полетели еще и хаешки под радио дэмэджа правда никакого защиты тоже на руках остались только флешки и два смака у них с раскидываем сейчас все намного хуже ли нежели чем у террористов выход по улице видимо очередной потому что вновь стенка смоком полетит сейчас оу май ваша нож бы бы подевает моментально но проход на улицу зато и отрубана очень важно сейчас будет на самом деле сумеет он проскочить или нет да смотри он уже прошел за красный стенка смоком и ой-ой-ой ты что я не знаю что такое то я не пойму творчество отрубай реально но это уже не смешно сейчас еще будет проход куда винты и что ли ой-ой-ой x и zero очень опасно а не через будку вообще идут но тут конечно габела потому что корица всю нку просто соберет а в дальнейшем два тиммейта будут включаться на точку вас явно не выпустят а мейн плюс 9 это просто богоподобный ну и в рампы не вернешься там оппонент ну в итоге сервак завис как понятно за дудос или знаешь как старое доброе время ничего страшного даже дудос не все 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 прошло 86 последний раунд надо забирать из ариал конечно же я какой-то плюс моральки перед второй половиной да и я сомневаюсь что они особо там тильтуют ну это 6 раундов атаки вы уже взяли на нюкейта много я думаю для самих из ариал это может быть мало но это другой разговор да чтобы играть против бодапешт файв там подожди бодапешт файв одна из сильных карта нюк поэтому тут не не стыдно с таким счетом идти в принципе да но 8-7 будет куда лучше нежели 9-6 естественно взятые пистолетки например да за которые любят цепляться эксизериал другое дело что часто после этого лузает саму серию соответственно но при этом сейчас в принципе бай смотрится у них более чем адекватно с учетом того что бодапешт файв проблемы по раскидке так и не были исключены соответственно пошли опять же в поисках эндри килла и решили от фрага поиграть в лобби тем временем пуш улица со стороны флива и сейчас он очень жесткий таймер не может словить и тут еще идеальная позиция от кулио боже мой если бы еще тиммейт сюда посадить но в итоге один фраг всего лишь жалко тиммейта рядышком не было и по итогу на самом деле позиция зорта может решать но он тиммейтом в спину запустил флива и в этом гладная проблема там щекори идет да 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 и по итогу минус 1 но на втором уже раскрутиться не получится тут слишком жесткого крепления на нуле а у них нет инфы по бэйта посмотри они думают что возможно нижней точке кто-то есть в этом проблема сейчас потому что они расстрелят точно на точке аточка только два игрока и тут зорта пытался ведь таймерки но немного не получилось и в итоге кенцы плюс робот остались сумбурные атаки это зерил вот честно то есть видно что они когда у них инициатива в руках все получается как только у них погибает какой-либо из звеньев они теряются что делать дальше это вспомнил надо если было то же самое теряет игрока в меньшинстве очень мало раундов они выигрывали ну кроме клач там один-три да условно и на нюке тоже самое абсолютно прослеживается теряя там игрока у них проблемы начинаются и пока эти проблемы исключены не были но при этом очень командно в плане киллов и так посмотрел у экса зерил смотри у трех игроков по 9 и у двух по 10 по десятки киллов но чисто темплей не знаете мы есть практически в каждом раунде взлетает вот на смене сторон что будет тут только одному богу известно насколько включится зорты потому что мы его не видели за так и насколько будет тяжелее играть торси который просто набил какую-то нереальную стату за первую половину просто является лучшим игроком сервера и стоит как парочка соперников вместе взятых друзья вы же не забывайте естественно писать нам в чате по хэштегу ucc самое интересное сообщение наш резерв вводит прямой эфир но видимо у нас там банга сидит уже в чате изначально мы знаем что самые лучшие аналитики они где-то вот всегда по левую сторону от меня серые кардинала которые решают там просто звоночек такой ребят вы должны проиграть матч все и там все проигрывают сразу да потом их-то басу судят там бани так далее таки да мы это сделали за деньги лучше скажем что за деньги чтобы нас соответственно не прижучили но на самом деле камбэк все еще возможен и тут касаемо 2-0 или 2-1 пока рановато говорить все зависит от пистолетки наверное если зерелу ее возьмут то там камбэк более чем возможен но если за пистолетную серию серию вернее зацепится будапешт файб то там уже конечно будет тяжело с учетом того что экс и зерел за защиту все-таки поменьше раундов то не знаю мне кажется будапешт файф наоборот сейчас за защиту будет комфортнее на нюкей действовать да и тем более ребят да сейчас 2021 год да так и безусловно научилась играть на дасте он нюкей точнее забирает свои раунды но все равно они переходят за сильную сторону за сторону защиты то есть если на них сейчас не неравные коэффициенты вот перед стартом я удивлюсь не равны там 1 49 был вадим видишь серый кардинал они уже решили сначала меня спрашивали бы подарю ли я очки теперь уже все теперь уже сто процентов розыгрыш надо под новый год будет какой-то челлендж запустить тут на самом деле масти подарки на этом не заканчиваются потому что ровно как бы это всегда игрок так удивление и радости лично для меня постоянно какие-то тулабереты и постоянно не у никто не выходят я не знаю при этом файты на улице 24 на 7 пор спаде по личные кончики были наказаны соответственно и кулево последний без армора без шансов ну все эксозерил вот сейчас точно можно отправную точку для камбэка ставить главное бомбу оппоненту не отдавать потому что иногда как бы установка планта это лучше чем выигранная пистолетка в атаке с бомбой тоже беда ничего у вас не получится бомбу там контроль хорошо встали зарел успех там за пылесосил погнали чё блин юсп это конечно жесткая штука но при этом при всем это очень жестко могло залететь сейчас по головам пистолет все-таки трофейный иногда можно по хатшотиком очень классно перед это остались 50 на 50 я говорил вот если бы не было таких коэффициентов это было бы странно так и должно быть то есть ну да и зарел чуть-чуть проигрывают но ничего страшного робан дуалберет оставил ты смотри чё делает и дуалберет и дробовик все красавчик а он их лучше а где дуалберет он отдал экзорты все тогда понимаю и это выход на точку а ну все готовы нет ничего лучше чем дробовик на карте нюк вот что можно сказать лучше есть дробовик и берет пулемет еще сверху тут как он будет более приземленные сетапы исполнять 7 по 9 увидел соперника первого зафармил нужно уходить ты работу свою выполнил просто играть на время чтобы тебя не запушили там тиммейт подходит уже из под девятки принимать рампы ну и вот настреливают они такими ножницами кроссфаером уничтожили причем жестко не потеряв ни одного девайса и это был форс от Budapest 5 я на секунду задумался о том что это эко потому что рассыпались ну моментально но тут как-то настолько легко что даже не почувствовалось да 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 и в отличии от Budapest 5 защите из эреал намного быстрее копят денежки у них по-прежнему остаются две фармилки дробовик сейчас именно они должны идти на контактные позиции можно пушить будку опять же занимать какой-то радио на раннем тайминге надо проявлять инициативу действительно иначе фраги достанутся опять же к альтам что не очень-то и выгодно ну а понятно отправляется на улицу вот кенте конечно готов собирать урожай но было бы неплохо тиммейт с фармилкой сюда в мейн подозвать чтобы разделить эту трапезу он увидел голову сто процентов противника который прыгал там уже 900 упала на счет поджали торзи пытается продамажить но пока вообще никакого урона нет по игрокам защиты зорта с м кей стараются держаться на дистанции тут же просто на кенте охотник охотник эх ну ё-моё ну этот дробовик чего вы хотели типа не на дальней дистанции будем откровенны вот это хорошо что он сейчас погиб потому что скинули мп-9 подобрали дробовик вернули его робан он по-прежнему может принимать точку а но вы закупайте себе третий полноценный девайс это выглядит намного серьезнее то есть у вас три кольта и две формилки робану тогда надо позицию сменить потому что инфа есть по дробовику если он опять с ним останется но это слишком читаем уже просто будет а куда-то если будка норм либо будка либо секрет укрепление рампов тоже это да можно встать за боксом кстати неплохой вариант они нет побежал на . ну неплохо в любом случае там укрепление рампов причем еще и давление к созерел ну понимаешь что у них фармган это есть формилка из дробовик над давить видимо и действительно отправляется поджим радио то правда колор уже в блайнде ох там дабл может залететь ну как же хорошо тиммейт подстраховал они просто в ряд стояли для кейрана но в итоге всего лишь один минус это не от него ваш нож плюс робан вдвоем остались это дробовик так и не задам дробовик здесь конечно уже на ретейке абсолютно не работает пошло спускается вниз подгорел немного должны были его услышать да ладно он же это подпалил пятки себе спина к спине вышли кайф пошло что на самом деле если два минуса дать и было бы отлично и он выходя прямиком накаленных оппонентов другое дело что она очень удивитель его здесь ждать не будут абсолютно просто вот идет как себе домой и сейчас он сам не в курсе что у него спине есть два соперника он действительно играет только на киллы потому что раунд проигран защитой в любом случае у него времени не хватит на дефьюст какой-то выйти причем не обязательно убивать можно не выпускать просто соперников они сами на тебя выйдут но сейчас спину не читает как ты говорил раунд взятый будапешт файв но тем не менее надо понимать что это раунд был не самым сильным по огневой мощи а так сейчас бай будет намного серьезнее типа пешки сменятся на полноценные кольты и авик появится от зорта аук для робана и с ним можно идеально встать на позицию рам принимать радио то есть тут действительно все очень и очень хорошо но раунд важный зарел сейчас отпускать вперед нельзя будапешт файв потому что это вторая половина здесь один за два система слишком болезненно воспринимается защитой дэм на раунда давать не стоит сейчас микс и зарел но при этом будапешт файв знаешь ли тоже надо цепляться потому что у них по крайней мере карты в запасе нет вот в чем дело то есть тут смотреть полноценно на быстро в 3 то очень тяжело будет камбэки будапешт файв если этот раунд проиграют зорта и уже находит entry потому самому кори это месть местью действительно потому что тот вас за защиту очень часто наказывал даже будучи не с в п собственно ну и в дальнейшем будапешт файв соответственно находится только в лобе толпой и на самом деле пока что по выходу очень ограничено потому что они отдали одного игрока то композиционно никак не ответили то есть не взяли ни улиц под контроль там я не знаю даже в радио сейчас никто еще не зашел и пока все очень и очень печально причем самим эксезериал никуда лезть и не обязательно могут просто обновлять смахи играть дефолтно что они пытаются делать все удерживая соперника на этом самом таймере паша нож убивает коле остаются они уже подавляющим большинстве и держит сайт при этом он дальше пикает на 27 на одном проценте остался теперь-то нужно уйти в закрытую дать возможность тиммейтом поработать за тебя очень прострелили на 1 хп это посмотри паша нож ты как живешь то вообще не знаю просто жуть какая-то по итогу бомбу забирают вроде но все равно вы размена так и не нашли и тут идеальная позиция эксезериал куда не посмотри вот таки ворваться видимо придется только по точку а потому что ну под б там окутка вы не доберетесь просто дабы вот чем дело тут куда не иди везде габел очень паши нож локопа чуть было минус не нашел моменты возможно он дал инфу что там все игроки поэтому сейчас ой-ой-ой-ой как плохо по стрельбе то пошло и 3 в 2 уже история это сейчас такой фейл получается роббан ни одного кила не выдал ничего спасительная хаешка от кенси она зарешает оси добили все как бы ванной смок и вот под него можно будет как-то камбэкнуть тут вопрос опять же в гранатах и в первом киль если первый минус дает что какие-то шансы будут однозначно кенси неплохо двоих можно сдобить но тиммейт остался против двоих и тут очень сложно как же забожил он прошел с этой балки на тот угол чтобы торс его не забрал уничтожил ложный вент а потом на него развернулся очень хороший моб да да тут и пбмить не грех после такого жесть это очень важный опасный раунд был для эзерал но еще важнее сейчас потому что они закупаются под 0 на 5000 которые у них есть там 4800 сходе снайперская винтовка осталась это чё такое-то 6 на 0 ладно там эндри фраги давать но не умирать при этом в таком количестве очень жесткий ты почти два у торси до остановить его кто-то и он опять cvp и вот тут важнейший раунд уже для будапешт файф потому что если в предыдущем раунд за 2 играли только их абонента то сейчас у них у самих проблем и туда и туда это работает правило но все-таки энтрии отца интерьер и минус еще один таргет скорей минус флиф посыпались будапешт файф от пятерки остается только колевой торси торси расстреляли вот и кд поменьше уже 177 идеальный раунд для из ариал и вот когда вы так хорошо играете постоянно выбиваете кучу девайса там трех четырех игроков а потом неожиданно они выживают в пятером это полностью обесценивает вашу работу друзья но а вы же можете застраховать свою первую ставку на вулкан бет естественно есть промокод fight в рамках этого турнира переходите ссылочки у нас фонтации по трансляции еще и увеличивайте свой депозит до 200 процентов рамках пятидесяти тысяч рублей ой а тут конечно подстраховаться было бы неплохо на обеим командам потому что пока у будапешт файф огромные-огромные проблемы и экстезириал тоже имеется знаешь вот этот вот нелюбовь к пистолетам потому что много таких не самых лучших баев они проиграли за последнее время сейчас шансы однозначно имеются этот раунд законтрить потому что тут уже эндри и диглы они тебя просто обязуют соло пикать я не знаю дигл это как подписание кого-то какой-то бумаги или переговора знаешь типа ты все время ходишь один и вот она в принципе так и получается причем и предыдущий раунд взяли 50 и этот 50 и вот после этого будапешт файф придется ну раунда два подряд точно брать в атаке что очень очень тяжело как ты сейчас будешь их брать когда у тебя настолько тяжелая история на раунд конечно он не считается и здесь как-то винить будапешт файф не в чем сейчас они закупятся вновь под ноль и если они бомбу не ставят тоже 14 для эзариал то есть очень много эзариал свою очередь под конец половины копят деньги что очень сильно вот как-то не то чтобы расслабляет а успокаивает защиту то есть вы можете играть где-то где это необходимо нагло не боясь что ты потеряешь девайс потому что у тебя есть возможность перезакупить со всеми гранатами пока что видишь что даже нагло игра игра не пригодилась еще там того что последние два раунда просто будапешт файп сами выходили то есть первый раунд там энтри фраг ладно зарешал но вот предыдущий раунд он был прям таким знаешь очень на тоненького типа ладно выйти на контакт то есть угадать не угадать все это иногда работает действительно особенно против фарса какого-то до соперника но вот так вылетать при этом непонятно зачем в раунде вообще айвик тогда ну то есть если коль уж вы выходите фастом а зачем вообще а в п в таком случае который не работает на энтре просто где-то на улице находится вот и тут история конечно такая себе получилось мне кажется вот опять же файф не надо вот так вот хитрить пытаться действовать как экс из эриал потому что команда абсолютно другого формата и мы видели на даст у них откровенные выхода получается намного лучше они на дасте все девайсы забирали выходя на одном и том же тайминге но показывали это очень классно поэтому тоже раскидать улицу пройти в секрет запущу точку а на более позднем тайминге просто после дефолта это все может идеально от них зарабатывать будем посмотреть за всей этой истории вот это это совет для чата по всей видимости огромнейший друзья берегите нервы как посоветовал наш прекрасный зритель спасибо вам за то что вы с нами на этих трансляциях очень приятно с вами пообщаться ну а пока смотрим затем как флиф будет за нервы дергать защиту пострелял через скрип и выходит под улицу там уже под красным два игрока в спину кэнси очень сильно пробивает хаешка полетела но без дэмоджа агенция смотрю в рубашке родился слушай судя по действиям при этом стенка смоков это очень я говорю весьма простой раунд от будапешт 5 тут только прострел могут им как-то помешать пройти на базу б вопрос что в дальнейшем делать и тут надо сто процентов торрозе оставлять в роли люркера по всей видимости но в пятером уходить в секрет это прям гиблое дело почти всегда вас просто это как на дасте пойди пятером длину если вы там никого не убиваете все вас зажимает с двух сторон и вы обречены просто на фаст выход если вы вас не выходите вас со всех сторон задушат и раунд не возьмете но они видишь пятером идут то есть это уже топорная атака на базу бы развернуться шансов не будет скорее всего стягивается защита успевает выйти на хорошие позиции мне кажется очень многое зависит от игрока который стоит вроде бы под прострел ты по нему дали и скорее все честно по что в этом нет зорта убивает первого находит кэрона все же сбривают вашу ножа есть ответные фраги два в три остаются по итогу выпад не успевает смоке спрятаться да ладно а там спину то роббан идет ой если бы потянул немного времени зорта но в любом случае роббан то жив и роббан может здесь еще забожить оппоненты берут бомбу и неужели по точку а нет нашли оппонента жестко и на самом деле про он был максимально близким а вот и ключевой раунд теперь денег не так много и ойкс и заверял соответственно который все свои ресурсы сейчас потратили на то чтобы закупиться в сетап из двух а в п и вот это на нюке очень знаешь так не характерно для данной команды потому что они играют весьма мобильно быстро и зачастую два века очень сильно тебя в этих действиях нивелируют то есть тебе где-то приходится снайп про пассивно более ставить и так далее но при этом возможно к этому будут не готовы и зави но тут уже просто зарел тоже очень важно не зажиматься то есть чтобы их не задавили сейчас морально ну выиграли один раунд будапешт 5 на счет близкий ничего страшного ой слушай а там мэн 3 отзор может прилиться нет море кому законтрили просто судя по действиям кори мог он в море ки остаться и действительно щелкнуть своего визави потому что ну слева угла никого не было соответственно но вроде как улицу законтролили осталось только поклужу чуть-чуть пройти там вроде как кенси но прям максимально пассивно играет и правильно делает потому что оппонента бы тебя одного давным-давно задавили нет контроля мэйна и соответственно здесь есть минусы назад отходить его сейчас попытается запушить кензи на втором фраге тут недавно уже было оформить при этом зорта будет выходить и зорта тоже отдастся и их минус улица но тут какая-то беда конечно произошла со вторым киллом потому что стрелял диспозиции можно либо убежать было куда-то под респаун либо ну чуть спокойнее принимать на голову врага и понимаю что сейчас девятка не под контролем игроки защита нужно ее контролить самим уже через там вторую вентиляцию очень опасно потому что 30 секунд остается на таймере и здесь будапешт 5 владеют жутким преимуществом по соответственно позиционке но если не прочекают ложный вент на этом раунд может закончиться а колор слишком слишком долго забирается на 9 надо тиммейтом нельзя выходить пока он не пройдет но они выходят а там уже и спина горит от паша ножа и ложный вент может очень много импакта внести есть первый минус имеется фраг но паш нож сейчас должен давать размину по таймингам не успевает немного а там уже моли горит и паша ножа встречают вдвоем паша нож тут конечно шел уже на явную смерть по итогам карен будет сейвить снайперскую винтовку не повезло немного с таймингами еще 12 12 при том что у защиты заканчиваются деньги либо они сейчас играют раунд от снайперской винтовкой подкреплены какими-то не дефолтными пистолетами либо же бай под ноль вряд ли нет 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 а что там плюс 3 куда вообще у стрик по моему два раунда да у них и получается денег не так много насыпят надо если карен сможет дать дроп домой остальных тоже нет там кэнси придется играть без единого там кольта это очень слабо без гранат честно каких-то фомасах я думаю карен ты даст кольт там денег по идее должно хватить остальных все очень плохо нет тут тут сейв до 2 должен быть но матч на паузу окей надо обдумать немного потому что решение непростое но судя по диглу которые уже закупили наверное действительно будет эко и посмотри как зорты классно вернулся при том что свп первую половину на абсолютно не играл во второй начало энтре фраги давать из пистолета там я говорю прям зорты он очень хорош на защите так скажем за кт сайт в атаке он очень много времени уделяя своему калашу и в принципе тоже настреливают очень жестко и зорта вот пока что но возможно мвп этого матча если зарел вот нюк сейчас выиграют соответственно правда до победы здесь конечно очень далеко футапешт при этом молодцы слушаю них было два раунда им необходимо было брать их подряд потому что экономика бы лопнула да и они бы отдали там раунд за два своим визави я не ожидал что у нас такое best of three будет первым то есть я возможно я ожидал что будут три карты но не думал что это будет счет там 16 14 или вот как сейчас 12 12 на 2 я думаю что это будет жесткая доминация со стороны и зарел на своем пике я тоже так думал даст итоге сложился у нас в камбэк наоборот для снг команды и мы видим что на нюке для них тоже все как бы под контролем вроде как был в какой-то момент но со счета 12 10 камбэк последовал вот будапешт 5 соответственно и вообще забавно потому что если вспомнишь на карты ддаст 2 кайра на компании тоже там проигрывать 10 13 камбэк нулей до 3 раунда подряд так что не стоит тут сбрасывается счетов не тех не других все будет на последнем раунде решаться вполне вероятно такими темпами контроль тульцы но он уже пропускает под гору соперника должен ждать инфу ты же не чекал сейчас гранаты в сторону полетят и там по идее не дадут пашу ножом нормально сыграть плюс у нее армора нет то есть пита фифтс такое у а тут эндривающие от снайпер придет в итоге кайрон разменяется конечно я более чем уверен в разменяется ладно уверенность моя куда-то пропала как уверенность в завтрашнем не от кайрона поэтому лучше наверное здесь мега не агрессировать просто пассивно постоять и понятность откроется классно безусловно надежда была на самом деле на x и заириал с учетом того что на дасте они тоже далеко не самые очевидные раунды брали сейчас даже если кайрон дает килл после этого будапешт 5 моментально разворачивается в другом направлении выходит спокойно точку ставит бомбу на ритейх снайперской винтовкой ты не пойдешь это сейв это филлерный раунд и только ошибка будапешт 5 может их подставить да но при этом очень важно за сейвить ли кайрон на вп по кончению раунда потому что если вот там толпой задушат либо вектор для сохранения вэпона выберет неправильный находясь на рампах ты можешь условно только под 9 или под б побежать где тебя могут враги настигнуть вот соответственно от авика тоже очень много зависит при этом выход уже на 13 от будапешта тут конечно уже не до шуток безусловно x и заириал если при счете 12 10 как ты сказал они могут где-то чувствовать себя уверенно уметь и верь уметь иметь вернее уверенность в том что они случае чего перезакупится в случае ошибки или если где-то агрессия не сработает то сейчас надо сыграть что-то на верочку потому что проигрывая следующий вы может улететь на 15 12 оттуда три раунда подряд ух как будет брать тяжело да и только ради допов играть на нюке всегда тяжко да обходят спину колор сейчас должен чуть ли не с ножа кайра нарезать такое ощущение да с ножа полторы тысячи как с куста ну и тут денег уже хватит у будапешт файв такое ощущение что на конца основного времени соответственно с учетом установки планета а у так стезерил такими ресурсами похвастаться не могут в итоге без вопоназорта но с неплохим боем в целом гранаты имеются киды тоже девайсы более чем жесткие вопрос просто как будут действовать потому что раунда по сути два девайсных подряд они взяли на инициативы будапешт файв то есть те сами на них выходили после этого как только будапешт начали играть все в такой дефолтный знаешь стиль атаки то бишь выходить там под б аккуратно под смоки и так далее оппонентам уже намного намного тяжелее опять контроль но тут уже аук может быть с него поприятнее на у по идее идеальный девайс для приемки рамп во всех возможных смыслах и сг конечно но и николь ничто не сг кроме сг все равно ее не так часто берут как хотелось бы даже новость га не старые слеза должна пойти просто те кто любил данный девайс и забавно что он пришел когда ты в мету вместе с аугом знаешь они вот в два вэпона и вот этого типа там да ты рак стрелять не умеешь в мэме прям был 24 на 7 соответственно поэтому на девайс берешь вот ну и в дальнейшем выход на точку а планируется будапешт файв и тут тот сам аук покажет тиммейтом не поможет и опорные позиции конечно рушится одна за другой потому как не было тимплея не было игрока на девятке соответственно и вот поджим радио конечно тоже себя никак не окупил я говорю будапешт файв когда играют дефолтную атаку то есть никогда на контакт куда-то пытаются выйти не выскочит куда-то винты там толпой а когда играют в хорошей стиле атаки на раннем таймине у них работает это идеально как получалось и на дасте но нужно срочно что-то менять и зарел потому что вот эти их атаки точнее их защиты просто стоим на точке ждем пока нас убьют они не работают нужны какие-то поджимы нужно какие-то более агрессивные выпады возможно со стороны радио как раз таки либо улицу продавить вот продавить улицу неплохое решение думаю идти в секрет это всегда замечательное решение она обычно себя окупает потому что ну тут такая позиция где минимум инфа для себя знаешь то есть гранат это на себя всегда забайтишь так далее себе очень тяжело убить отсюда и так далее то есть вот они даже сейвить сейчас против пятерых они все равно здесь ну один игрок выживет по крайней мере позиция идеальная но она и слишком медленная для стиля будапешт файв выходит там минуте 17 до обычно как мы привыкли либо знаешь стать вот прям все поинты в которых они стояли изначально то есть сыграть 3а один улицу один рампы условно мне кажется закупит сейчас зарел куда дает сто процентов но они закупаются до 1000 то есть они хотят и здесь поиграть фокусация и в следующем в целом диклы есть пара гранат две формилки если подставится будапешт 5 может быть вы должны 15 не отпустите ваш нож спрыгивает то есть там спина прошить игрока который уже выходит по точку б без бомбы но все-таки флип занимает вентиляцию но понимают что оппонента фарамган соответственно и мог бы за ним назад полететь в десант поэтому стоит его здесь ожидать но при этом будапешт файв одного игрока уже запустили соответственно это вечная паранойя касаемо базы б для оппонентов и вы можете поражать улицу оттуда можно ротацию оформить на и сайт соответственно либо набаивать сплитом правда не лучшим решением являлась снайпер одного в лобби оставлять это ну худший наверное девайс для приемки целых трех выходов соответственно но другое дело вы вообще вы вообще бы не контролите у вас там один игрок который ничего не успеет сделать вот кайрон десантировался конечно такое себе при этом да под этом все печально но опять же это посмотри на девайс зорты то есть одного фрага тут может быть достаточно того чтобы остановить дефонс там еще и тиммейт в сайте но в итоге зорта не справляется на него было столько надежд и в итоге последний игрок в сайте который сам вас выйдет соответственно кенцер здесь минус и на пашу нажать все надежды просто сейчас потому что робот слигла ну сомнительно что двоих усмеют отстрелить хотя вы не читают пока что посмотри вообще ноль внимание он уже а вп забрал правда пашу нуж моментально плац и это пятнадцать двенадцать и бодопешт файп проигрывает 10-12 выбрались на камбэчную в 5 раунд где-то там третья карта уже на горизонте маячит неожиданно на самом деле поворот событий ну как сказать при счете 12 11 наверное я уже что-то понял при счете 12 12 я понял еще больше при счете 15 12 уже и понимать не надо можно просто смотреть ну можно выйти на допы конечно но три раунда за подряд сейчас хороший бай будет у эзерил справедливости ради надо что-то меняется не вей то есть я думаю тут проблемы не совсем девайсах и робот берет себе аук с ним он опять же должен идти под рампу возможно зорта как-то отправить вообще в скрипе не знаю просто на скрип постоянно какие-то какое-то давление возлагается там вылетает вообще игрок какой-то под вентиляцию будапешт файп ну тогда у кто там у нас опорник в точке а неплохо было бы хаешку туда откинуть в дверки условно свою да только разбивая двери оппоненты условно закидать все это дело на раннем тайминге но там мы решили просто игрока скальтом отправить на прострелы тоже хорошее решение на самом деле но в этом раунде будапешт играет немного по-иному они вообще упор на скрип не делают отправили двух игроков на улицу и там тот самый зорта оппоненты открывается на контакт не раскрылся смотря 40 у них чаще два минуса и остается только основной звено но тиммейты опять же всего лишь одним фрагом пока что но благо зорта конечно спас свою команду вот если бы не было зорта и сейчас выход на точку а представь каким бы жестким оказался потому что опорник опять пал моментально где же вы были хлопцы раньше сейчас уже только за допы воюете они готовились начинаешь сейчас буду до пауэртайма там сидела на самом деле можно дойти два раунда подряд взять вообще плевое дело я думаю просто просто как стап в 2 а в п себе произведет разыграет и какие выводы сделаю будапешт файв то есть они начнут играть медленно то против 2 а в п это будет вообще сказка конечно для икса за и реал но если будут действовать в своем привычном стиле чем я не особо сомневаюсь что у них все может получиться опять же ранее раскидка опять же на этот раз действия на скрип но на этот раз один игрок будет смейна десантировать скенси моментально ратируется под боепланту и у них вообще нет информации да посмотри по улице 0 информации соответственно зорта один покажет на точке а тиммейт вроде успел перетянутся есть 1 минус зорта еще одно вскрывает шикарные два фрага и в итоге бомба далековато и на самом деле двойная девятка смотрится идеально на храпом решили действовать будапешт файв за что их наказывают сейчас лиф остается на позиции бомбы то вы не поставили ой-ой-ой какая халява ну есть размен от зорта и бомба теперь под контролем у защиты просто сыграть парой просто не торопиться хоть целую минуту сидеть на контроле сейчас должен торзе паниковать а не вы да у него бомба конечно же забраны является но как только будет звук вылезет урок свинтов соответственно и здесь у кенте уже вылез а торс его не заметил слушает то конечно вообще печаль беда потому что кенте выйдет с будки и его вообще торс не читает по таймингам 14 15 и похоже что допами не пахнут на карте дэдаст 2 но сейчас как же они близки ну кому а плетень если 16 14 там и камбэк атакс и заявил и сейчас такая мисс вообразная 16 14 уже от вас в камбэке на собственной пике это будет очень сильно на самом деле со стороны будапешт файв но пока раунды не особо задаются и как только взорта появился авик тут же все полетело не по плану галил юмпик три калаша гранаты хотя бы фул количество есть у будапешт файв вот такой раунд отдать это будет конечно не раунд даже такую игру такую доминацию отдать азарел на последних трех будет крайне обидно лиминация пока что идет только на уцессе атакс азарел ребята решили сыграть агрессивно уже поверили в себя действительно и понимают что оппоненты как-то слишком активизировали слушай ну типа десантироваться с мэйна пушить серый под один смог ну это такое себе естественно здесь какие-то поджим могут работать но собрали инфу по аутсайту отошли аккуратненько назад и полетела первая раскидка на аутсайд там стеночка смоков своеобразная и вроде как акс и зверял готовы все это дело пропускать там минимальные гранаты полетят чтобы потянуть время и на этом все но при этом этом фейк от будапешт файв смотреть сделали иллюзию того что пошли на соответственно секрет оппоненты к этому привыкли пошли собирать информацию под лавин коди своего визави и вот уже большинство для будапешт файв робан уйдет видимо в сайт либо за вторую вентиляцию все так спрячутся почти прострел но и прилетает молик теперь вариантов нет еще и флешка он ничего не видит прыгает за сайт вроде бы за реактор тут снайпер заперт это такая неприятность мягко сказать а позор то нет инфы а позор то нет инфы а это гг так там еще собственный смог смотри а бомба лежит и тиммейты на девятке такое еще можно перевернуть более чем нужно быстрее подключаться тиммейтом торси в спину идет торси вот как доминировал всю игру видимо решил заканчивать боже он зор то не прочекает в итоге хотя тут такой клёвый выпад сделал и то самое большинство для будапешт файв оказались 4 вернее 2 в 4 и как это все переворачивать они конечно гранат но тут ванвей смака даже на 9 заслужили заслужили будапешт что файв свою победу безусловно и здесь очень странная расстановка сил был а у дозерил сначально то что влетает кэнси вливает его это 16 14 победа будапешт файв 3 карта стучится к нам в двери но тем лучше опять же у нас не будет паузы перед следующим best of 3 мы с вами плотничком пойдем по всем играм потому что следующий best of 3 также вариативно закончится 2 0 обо всем об этом мы друзья с вами поговорим после небольшой паузы в 5 там 7 минут чтобы укладываться во все рамки во все графики вы же за это время не забывайте заходить на вулкан бет естественно и использовать промокод fight по которому получаете бонус своему депозиту до 200 процентов и еще и страховку собственной ставочки мы же с шейлом к вам скоро вернемся а а Продолжение следует...